Димон, вроде, тяжелый, говорят. Димон, выпал, да? А, чего? Спасибо. Вы оба выпали, чего? Нормально, что вы понимали? Юр, давай, везай. Да, хорошо, что тебя прыгает на меня. Ааа, понимаю. Ты бота, да? Бота поймал. Я тебя в бота панул, да? На тебя отвлекся. И Димон такой, знаешь, бесшумный. А, отвлекся. Потирал такой мелкий. Всем привет, дорогие друзья. С вами Кавсидан Юрч. Ребята, сегодня со мной играет Димка, Федоров и Донни. И это шоу Битва за тачку в GTA 5 Online. Ку-ку-сики. Здорово всем, пацаны. Итак, ребятушки, где-то на всех просторах карты GTA 5. Сегодня Ваня от нас с Димкой спрячет тачку и сделает для нас 5 подсказок. В течение каждых двух минут он будет скидывать нам по подсказке, чтобы с помощью нее мы смогли найти эту самую машину. Задача наша довольно-таки проста. Выследить место, назвать марку машины. Тогда, в общем-то, мы получим себе плюс, небольшой бонус на спаун тачек, на которых потом пройдем испытания. Поэтому, в общем-то, давайте начинать. И, молодой, давай с тобой сначала тачку выберем, на которой поедем. Форджики, неплохо. На, забирай. В смысле? Не, а теперь мою. Не-не-не, мы на одинаковых будем ездить. Вот, конечно, пикапчик был тоже прикольный и мог с тобой взять. Короче, Ваня, от тебя сейчас только, как говорится, подсказочка нужна. Скидываю, да? Да, давай. Давай начинать. Давай-давай-давай. А я вот стою, смотрю, думаю, и, если честно, я не знаю, что это за место. Какая-то парковка может быть. Может быть, тюряга, но не факт. Я ж не думаю, что в тюряге такие двери. Что взорвалось? А, что это? Что? Я жив-то варил. Короче, ребят, как вы прекрасно понимаете, картиночки я буду оставлять к вам сверху. Если что, большая картинка тоже была. Можете поставить на паузу и посмотреть, непосредственно сказать, где это место находится. Слушай, и у меня идея нет, и я не думаю, что это тюряга. Блин, все же отключены у нас, мы не видим друг друга. Да, разумеется, полностью. Ну, только я тебя вижу. Блин, я не знаю, мне кажется, это какая-то парковка. Блин, ну точно не тюряга. В тюряге таких мест нету. Это было бы слишком легко. Какие идеи, ребят? В комментариях идея предлагайте, как вы думаете, где находится тачка. Вот, серьезно. Коронанай. Ну такое. Нафиг надо, как говорится. Я пока просто катаюсь челю. Вообще, да, не то. У нас тут Башкирия вообще с ума сходит с этим Коронанайем. Все подрепо запрещали. Сначала, короче, устраивали всякие мероприятия по сбору людей, там, в численном. А теперь все запрещают. Сказочные. А, вот что, у тебя просмотра упали. Тебя тоже запретили. Может быть, может быть. Но, к счастью, я не общественное место, где за ручки держаться не надо. Так, я не знаю, у меня идеи, ребята, нету. Ванюк, со мной сидит, а только сейчас увидел. Скидывай еще одну. Ну уже? Ну давай, если две минутки прошло, то скидывай. Ребят, напомню, если нравится данная рубрика, поддержите лайком. Чем больше наберем, тем больше шансов, что выйдет следующая серия. Ух ты. Страшно, вырубай. Ух ты. Ух ты. Минус 500 прикольно уже, согласитесь. Да, только тачка-то другая, конечно, по факту там будет стоять. Слушай, мне кажется, это какой-то гараж подъемный. Вот только вопросики, где он находится. Короче, просто тупо еду по памяти, но не уверен. Видишь, где я еду? Я вижу, где я еду, да. И кто ближе пока? Тебе нравится? Тебе нравится? И я не скажу, кто ближе пока. Что говорится, зачем? Не знаю. Не скажу. Может, есть какие-то плюсы, приоритеты? Я думаю, что это гараж с какой-то подъемной открывающейся дверью. Вот у меня такие мысли, ребят, сейчас в голове. Ну да, мне просто интересно, мы где-то с Димкой в одном месте или нет. Я вот сюда хочу заглянуть. Но не факт, что это место. Нет. Ну почти, кстати, да. Места дофига тоже внутри. Так, ладно. Помню еще один какой-то подъемный. Да ты достал, слышь, молодой. Это уже даже вызов, в случае. Блин, ребят, просто хэштеги под каждые ролики можете ставить, где Ванюк чихает. Он просто. Будь здоров, мать твою, хэштег. Спасибо. Просто. Мать твою. Просто под каждым роликом, в каждом, в каждой серии просто. Это три уровня. Три уровня чего? Три уровня у тебя? Да. Чего три уровня? Димон свой игрокальмаров переиграл, наверное. На картинке. Да, кстати. Распитываю еще одно от меня. А, уже две минуты прошло еще? Нормально так? Ну. В процессе. В процессе? Ну нет, когда ровно проходит, тогда да. Я вот это думал, еще место. Ну еще 20 секунд. А, он двойной, он не такой. Он слишком здоровый. Он не такой. Он не такая, он же трамвай. Ну, наверное. На секунду скидываю. Так, ладненько. Блин, у меня еще идея есть. Я чисто катаюсь по гаражам и не знаю, там это, не там это. Поэтому вопросики, вопросики есть. Не, ну двери я нашел. Скидываем. Которые необходимые. Но не понимаю, куда, что и как. Пошла фоточка сейчас. Ух, твою ж мать. А это не... Порт? Так, ладно, ребят. Если получится прям быстро найти тачку, то сделаем еще один раунд. Но это пока идейки. И не факт, что это действительно так. Блин, а где... Это идейки. Ну, я ближе, да? Все-таки я ближе. Я не буду говорить. Но между двами огромное расстояние. Огромное расстояние. Ну, я так понимаю, Димон там все тюрягу шелестит. А я вам... Я навел суету. Нет? Суетолог. Это не... Это не оно? Антрополог. Это не оно, но это максимально похоже. Похоже, да? Двери так же расположены. Да, 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 да. А я уже был практически уверен, ребята, в том, что я... Я приехал правильно. Ну, ладно, шелестим дальше. Не нравится как... Я знаю, где это. Где это? Где это? 5 километров. А уже 3, 5. Чтобы и дверь еще были открыты так. 5, 3, 5. Мне там уже вышли. Ну, короче, еще есть минута. И я скидываю еще одну подсказочку, пацаны. Еще одну подсказочку. А, ну, это трудно такая. Она уже будет палевная. Она уже будет палевная, подсказочка одна. Так, мне кажется, я прям вообще далеко. Ладно, давай, если время прошло, то скидывай. Блин, 3 ангара, ребята. Ну, а могу сейчас скинуть? Двери такие поднятые. Ну, а смысл? По времени, по времени, по таймеру. Сейчас скидывать здесь непонятно еще пока ничего. Блин, 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 блин. У меня столько вопросов. И такое ощущение, что я все-таки где-то здесь. Монек думает, что я правильно сейчас еду и хочет мне это сказать, да? 20 секунд еще осталось. 20 секунд осталось. Так, ребят, я не отвлекаюсь. Напомню, картинки сверху. Пишите свои догадочки. Ямать, что взорвалось? Что взорвалось? Кстати, это место тоже, в принципе, подходит. Вот только здесь о гараже не помню. Но, опять-таки, вы оба на огромнейшем расстоянии друг от друга. Просто почти расстояние всей карты. Вопрос 100 ближе. Я скиду еще одну фотку. Пошла фотка. Так, давай. Еще одна фотка. Ну-ка. Бочка. Чего? Бочка, пальма, синий двор. Бочка, бас, колбаси, соло, колбачер, папой и сгулы. Можно вопрос? Это не остров Каю Перико или как он там правильно называется? Кого? Пацаны, по альбому Каю Перико. Да, я просто здесь нашел еще один островочек. Быстрее покинул бы. Как вы не заметили. Можно в плавь проплыть, если хочешь? Это прикольно придумал. Так, синий знак. Это, возможно, автомастерская с полосками сверху. Вопросики только в том, где, мать его, тут автомастерские там вообще находятся. Слушай, это большой ангар, открытый, серый. Блин, я не знаю. Интересное место. Интересно, я этого не знаю. Да, это реально интересное место уже. Мне нравится, что вы не знаете. Злорадствует? Там все еще огромное расстояние. Но мне, как бы, я пытался найти интересное место, чтобы быстро, типа, не нашлись такие... Не, это хорошее место, я согласен. Крайне... Даже идей-то нету, как бы. Максимально. Ну, я скидываю через 30 секунд, через 40, точнее говоря, фоточку еще одну. Так, ну давай. Я еду, типа, вот сюда, вот, где... Что тут у нас? Блин, синее здание с синими полосками. Вернее, белое здание с синими полосками. Вопросики, вопросики, вопросики. Вопросики есть. Сколько плюсик? Вот именно. Блин, я вообще не знаю, это в городе, не в городе. Вообще вот ноль идей, прям вообще ноль идей. Я в поле тоже не еду. Оба примерно на одинаковом расстоянии, самое главное. Ну, плюс-минус. Если Димка едет в поле, то... У меня такое ощущение, что я плюс-минус понимаю, где это... Я скидываю фотку, пацаны. Давай. Я просто газую. Да, ты издеваешься. Но там есть подсказка определенная. Я же не все так просто, а не подсказка. Что думаешь по поводу подсказок? Я вижу ограждение сзади. Тут есть прям явные две подсказки, которые говорят о том, где-то надо уходиться. Я вижу, что это ограждение сзади, но я не понимаю, где это. А у меня вот... Ограждение, ладно, это один. Ограждение это первая подсказка, вторая. Я понял, про что говорит Ванек. Вот только я не уверен, что это действительно там, куда я еду. Что-то у меня прям дезориентация такая жесткая сейчас в пространстве, если честно. Так, ладно, ребят. Мне нравится, блин, хорошо получилось. Хорошо получилось. Вот вся подсказка, вот следующая. Прям, ну она просто будет, ну все, ну прям вот стопудово вы поймете где-то машина. Проскол, да, получается? В нашей команде. А где Димка сейчас тусуется? Ты где Димка? Как посмотреть. Что мы понимали, между нами где-то. Да я на парк на все эти смотрел. Но между вами расстояние, главное, не сокращается, потому что вы оба в этом направлении. Я знаю где это. Где это? Где это? Не скажу. Но я все это время ехал неправильно. Все это логично, мы бы уже нашли тачку тогда, если кто-нибудь из нас. Если бы мы ехали правильно, то такая БКП, да, с тобой не поспоришь. 40 секунд, и фотка прилетает уже. Последняя? Максимально палевная. Предпоследняя, но та уже будет максимально палевная. Давай не надо, давай не надо, давай не надо, мне надо ехать просто 9 километров. 9? Я ближе, я наверное ближе, я думаю. Но это не факт. Вот будет вообще максимально обидно, если я еду не туда. Вот просто потому что, как говорится, идейки есть, но выбор. Блин. Вау. Короче, я думаю, стоит, чтобы ты был снимать фотку. Думаешь? Да, надо будет снимать фотку обязательно. Ну я там не помню такого нигде. 5 секунд скидываю фотку. Она будет стопудово палевно, вы резко развернете, просто вы резко смените путь. Готовы? Поехали. Все сразу. Тюряга, собака. Твою мать. Тюряга. А, стоп, тюряга, синее здание, бочка, я знаю где это место. Это не совсем тюряга. Ты понимаешь, что там все просмотрел? В том-то и дело. Я не понял, как? Но Диман там был, понимаешь? Диман там был. Серьезно? Я же сейчас спросил, Ванек, это это место? Я сейчас тебе сказал бы, да. Ты же тачку должен найти, да, и назвать ее. Так, я против рягу вообще не думаю. Есть там РК-тачка. Ну, надо найти ее. Там BMW, РК, БМВ, М5. Нет, 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 нет. Там Бугатти Дива. Так, все, Диман, хорошо догадать, не угадай, все равно. А, гелик, 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 лифтованный Менсори. Нет. Там Труханы твой. Натянуто на лобовуху жестерки. Не угадал. Сколько тебе ехать осталось, Юлия, давай так. Не знаю, но я рядом. Прикол в том, что я не понимаю, что за забор. Ну, прикол в том, Диман уже обсурудил почти все. Юра еще ничего не обсурудил, поэтому... Да, 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 да. Мне просто надо приехать, и я знаю, где это. А, хотя о чем это говорит? Здесь же фотка прям явно вот видно, что это сделано. Сделано, да, сделано, конечно. И так же мог быть и сделать не в этом месте именно. Ну, нет, скорее всего, место-то тоже. Слушай, ну двери все-таки, да, двери с этого выходят. С тюряги. Но я не знал, если честно. Я сказал, что это тюряга. Почку вижу, эту вижу, эту вижу. Где двери? Две двери где? Вот они двери. Это Мерседес. Что за Мерседес такой интересный? Даже не знаю. ГЛЕ, серьезно? ГЛЕ, да. А как, Диман, ты ее не заметил, ты, если катался вокруг? Диман объехал все вокруг. Он проехал вот здесь вот, да, он проехал просто как-то вот так вот. А я не вижу же тебя. Так, ну, короче, где-то... А, да. А, он внутри ездил? Да, внутри ездил, да, да. Да, внутри ездил. Короче, ребят, пишите в комментариях, кто из вас догадался. Я думал, это на военке, потому что вот эти вот столбы вроде на военке тоже есть круглые, нет? Давайте... А Диман тоже на военке был, поэтому... Да, я вот ради интереса посмотрю, вроде там тоже такие столбы круглые. Или нет? Или это все-таки аэропорт? Да, 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 я там был тоже. Да, 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 да. А тут другие, тут нет такого, вон, че. Ха, окей, прикольно. Прикольно получилось. Что ж, ребятки, окей, я первый нашел тачку, у меня будет немножко больше шансов на спаун машину, ребята, а после чего мы проведем несколько испытаний. Поэтому отправляемся. Давай. Итак, ребят, мы проведем с вами сейчас три, а может быть четыре испытания. Самое время заспаунить тачки. У Димки будет ровно три-четыре машины, у нас с Вальком на одну больше. Так, окей, попробуем. Ё-май. Че вам, пацаны, как? Вертушку заказывали? Нормально, Диман. Да-да, бери Диманом, на магнит и полетел. Опа. Бэха старая какая-то. Прикольненькая Бэха, кстати. Ой, ё-май. Страшное что-то. Ё-май, это чайка, брат, это чайка. Это да, я и говорю, чайка что там. Так, Лексус, кстати, неплохой. Феррари неплохая. Лодка-то отлично, нам она не нужна. Лодка-то исполнена. Так, ладно. Слушай, у тебя две полицейских. Ох ты, ё-май, девятка, кит. Это получается раз, два, три, четыре, пять машин. Так, твои пять, Диман. Пять доделаем. Да, по пять делаем. Вопросы? Так, стоп. Раз, два, три, четыре. Пять. Господи, у меня кит лишний. Так, ло... А, мы четыре делаем, да? Мы делаем по пять. Я четыре делаю. Но четыре оставляем, да. Короче, ребята, я думаю, что девятка все-таки слабое звено. Я ее выберу. Четыре тачки я себе оставил. Давайте посмотрим, что будет у Вани. Пока, но, бля... Ооо, ТР-22, ребята, Родстер. Получается, Тесла. Нечитно, конечно. Нечитно, не... Ооо, Менсори. Так, ну это, это косячная, да, это косячная. Ооо, не хай себе поборочка. Не хай у тебя дроп вообще, да, хорошие тачки. Ну что ж, проведем, ребята, испытания. Быстро, интересно. И отправляемся пока что на дерби. Так, ребятушки, дерби до двух побед. Давайте попробуем. Здесь у нас Тойота, Бэха и Тесла. Поехали. На самом деле, Тесла тут самый серьезный соперник, я думаю. Ну, Тесла только может быть легкая. Ооо, Димон тяжелый. Да, я прям вижу эту свечку. Но мне не нравится, как мы начали. Э, Ванюка. Не, 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 дурака. Тупость, тупость, тупость. Я трикошетил. Серьезно, на работу. Да, так, ладно, поехали. Димон вроде тяжелый, говорят. Димон выпал, да? А, чего? Спасибо. Вы оба выпали, чего? Нормально все у вас. Что вы понимали? Димон вот здесь стоял, а я пролетел справа, вообще его не задевая. И он вылетел, а я трикошетил и улетел вперед. Да, вообще нормально. Окей, давайте еще попробуем. Давай, поехали. Это максимально странно, так что было. Давайте, вот реально максимально странно, так что было. Ты что делаешь, блин, уходи быстрее. Видишь, Леха едет. Он на тебя сожрет. О, как я тебе бачить. Понимаю, один к саму палку. А, все, я не понял, я ехал. Я тебе как бы бок в бок, и ты тупость, а как будто тебе пинок дал. Димон, давай, число один на один. Кому бал? Где-то там. С Ваньком, да? Не-не, Ваня, все со мной. А что с тобой соревноваться? Ты пустой. Пустой? Пустой. Может быть. Ну, в плане легкий. Может быть. Юра, ты бездушный. На самом деле в область летает, и димон тяжелее. Да? Димон, разгон тяжелее. Он с места вообще, да, нулина. Нарисованная. Полина. Полина. Это уже еле на... О-о-о-о. Понимаю. О-о-о, повис, повис, да. У меня зацепа нету, да, масса есть, зацепа нету. Ладно, ребят, дерби прошел, погнали на следующее испытание. Так, ребятушки, у нас смертельные шашки, здесь электрокар, Ниссанчик и Феррари. Попробуем. Раз, два, три, поехали. Давай, поехали. Димка быстрый, на коротке прям, да. Вот я про свою Феррари вообще ничего не знаю, на самом деле. Оп. Ванек поцеловал столб. Да, да, немножечко неприятно было, на самом деле. Не, шансов нет, он что, 300 ехал. Какие 300? Он что, 300 ехал? Она хороша, да. Не, я знаю, что она с места хороша, но то, чтобы... 300. Самое тупое, я Димона не вижу. Сейчас передо мной, как появится, это будет очень жестко. Не, он сзади, он сзади, сзади. Не, хаты. Ты же вроде убрался. Пацаны, я такой, затормозите заранее, пожалуйста. Она мне, короче, всю дорогу уехала, где я... Э, ты откуда вылез? Заранее. Ты у меня уехал, ты у меня вправо уехал, слышь. Ты у меня по НРЦ скалькал туда дальше. Я говорю, заранее, тормозите. Так я тормозил заранее, самое интересное. То есть, тебя вообще не было, я тебя и не трогал даже. А потом ты появился во мне, такой. Юр, давай везай. Да хорошо, что ты прыгай, ты меня. Ты бота, да, бота поймал? Я тебя в бота панул, да, получилось? На тебя отвлекся. И Димон такой, знаешь, бесшумно, подтирала такой мелкий. Я бота перелетел. 280, 290. Блин, я зацепил твоего бота, которого ты перелетел, но меня развернул над задним колесом. Да, и Димон в итоге все-таки, ребята, вырывается вперед. Что ж, ладно, тупо не повезло. Блин, ну твои вот эти пинги, конечно, они были веселые. А! Понимаю. А я не взорвался, я жив, а так вот. Жив, целый орел. Поехали дальше. Что ж, ребят, последнее испытание на сегодня. Драк Рейсинг. Лексус против Нобла и получается Вайпер. Раз. Прикольно придумал, поехали. Прям вообще. Нормально. Нифига, Вайпер дал. Жару. Вайпер, ну, практически, да, быстрый. Но у меня максималка с запасом намного больше. И вот вопрос, раскроется она у меня или нет. Вроде да. Нет, нет. Я догоняю Димона. Ты раскрываешься, я точно нет. Налево поворот. Емать! Удержал кое-как. Димон, проверь левей. О, да. Вот это скорости. 320, 330. И полетели через озеро. Не хватило. Просто утонул. Что ж, ребят, вот такая серия получилась. Какая была скорость? 330 где-то в конце. А, понятно. Вообще не разнался, да? Понимать. Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, предлагайте в комментариях идеи, вообще, какие можно здесь экспериментики делать, испытания. В общем-то, все почитаю, всем отвечу. Всем пока. Пока, ребят. Пока-пока.